Быть спортивным значит быть в тренде. С каждым годом катастрофически увеличивается количество людей, употребляющих наркотики. Борьбе с этим явлением была посвящена акция в Центральном парке Караганды. Подробности расскажет Тамерист Леугабылова. Долой все вредные привычки. В поддержку здорового образа жизни вокруг озера стартовал атлетический забег под девизом «Спорт против наркотиков». В забеге приняли участие знаменитые спортсмены, 10 мастеров спорта международного класса, а также ученики городских спортивных школ, курсанты Карагандинской академии МВД РК имени Борембека Бесенова и все желающие. Считаем, что профилактика – одно из эффективных средств в борьбе с наркопреступностью. И вот эти профилактические мероприятия, они в основном и нацелены на молодежь. Молодежь – наше будущее, у них вся жизнь впереди, поэтому мы стараемся их предупредить о пагубности употребления наркотических средств, вреде воздействия их на организм, а также о правовых последствиях для тех лиц, которые причастны к незаконному обороту наркотиков. То есть мы их предупреждаем, что в случае, если они будут замечены в незаконном обороте наркотиков, что их ждет, какая ответственность за это надлежит. То есть здесь мы, наверное, работаем по принципу, как говорят врачи, предупрежден, значит вооружен, профилактика, легче профилактировать, чем потом бороться с преступностью. Новые виды синтетических наркотиков ворвались в нашу жизнь внезапно, ломая судьбы молодых людей и унося их жизни, разрушая семьи, принося горе родным и близким. А ведь есть здоровая альтернатива этой пагубной привычке – это спорт или искусство. На показательном мероприятии выступили бойцы специального отряда быстрого реагирования и кинологи со служебными собаками. Зрители увидели концертные номера артистов, детских творческих и спортивных коллективов. Сегодня отмечается ежегодное мероприятие «Всемирный день борьбы с наркоманией». Мы проводим это мероприятие ежегодно. Нас сегодня очень радует то, что очень много принимает участие в данном мероприятии молодежь. Это радует глаз, радует душу. В основном у нас в наркопреступлениях, как бы не секрет, это в основном задействовала молодежь. То есть это в возрасте от 16 до 23 лет. Как бы мы с ними боремся, проводим лекции, семинары различные, различные конкурсы проводим в течение года. И 26 июня – это, как бы можно сказать, итог всего, итог нашей работы за год. Сбыт наркотиков в основном идет через социальные сети. Отследить социальные сети – это очень тяжело. Это уходит где-то от месяца до пяти месяцев, чтобы одно дело раскрыть и доказательную базу собрать. Равнодушных к этой острой проблеме среди участников акции не оказалось. Студенты единодушно признали наркоманию страшной бедой и актуальной проблемой всего человечества, а не личным делом каждого. В ходе опроса все участники акции отдали свои голоса за здоровый образ жизни, правильное питание, отметили важность соблюдения режима дня. Мы все против наркотиков за здоровый образ жизни, за утренние пробежки, просто за спорт. Я сюда пришел с командой, чтобы поучаствовать в этом марафоне и прибежать первыми мы хотим. Ага, скажи, пожалуйста, у тебя сегодня акция приурочена «Мы против наркотиков». Как ты считаешь? Ну, это правильно, потому что наркотики – это зло, я так считаю. Скажите, такого рода мероприятия должны проводиться и почему? Обязательно, однозначно. Почему? Должны оздоравливать народ, оздоравливать детей особенно, поднимать дух бойцовских государств, настроение государства. Поэтому я считаю, что это очень нужное мероприятие. Стоит проводить и почаще.